Чертовщина не иначе, подумали прихожане Свято-Троицкого храма в Челябинске, когда увидели на экране мобильного телефона у одной из прихожанок черный шар с глазами. Виртуальный монстр покачивался в такт церковным песнопением прямо возле алтаря. Единственная, кого происходящее не испугало, а искренне обрадовало, была, собственно, обладательница гаджета. Ксения Пашкова в храм пришла не за духовной пищей, а интернет страстей ради. Девушка – очередная охотница за покемонами. Оказалось, что создатели приложения в качестве геолокации выбрали главную духовную святыню города. И Ксения такая неуместность для игр не смущает нисколько. Да, мои друзья, наоборот, очень критично к этому относятся. Им кажется, что это глупость, но меня это не останавливает. Я хожу по городу, ищу всякие локации, всякие точки, собираю покемонов. Необычных мест не было, церковь это, пожалуй, первая. А остальные – это какие-то более обыденные локации, ну, просто в городе, там, в парке, допустим, на вокзале. Узнав о том, что духовные скрепы храма отныне точат виртуальные монстры, настоятель Игорь Шестаков, конечно, возмутился. Ну, во-первых, телефон на территории обители в принципе запрещен. А то, что в церковь теперь идут как на арену для интернет-игры, так это от духовной нищеты, не иначе полагает священнослужитель. Представим себе человека, который увлеченный погоней оказался под колесами поезда, например, да? Или что, прыгнул с моста, что ли, для того, чтобы заработать какой-то ништячок? Ну, страшновато как-то. Придут ловцы, ну, что ж теперь сделаешь? Я-то, например, считаю, что надо, наверное, все-таки призывать человека к здравому смыслу. Да, и все-таки сказать ему, ну, друг, сюда приходят за другим. Вот, это дом молитвы, это дом Божий. Если ты пришел сюда за своим каким-то увлечением или за своей страстью, прости, здесь ты не найдешь ничего. Если наплыв таких охотников станет невыносимым и будет мешать службам, настоятель готов обратиться и в полицию. Мол, пусть пока одни ловят бесов в церкви, другие ловят этих хулиганов. А тем временем в России планируют запретить охоту на покемонов в религиозных учреждениях, а еще в тюрьмах, больницах, на кладбищах и режимных объектах. Здание телевизионного центра, где находится наша редакция, тоже, кстати, является режимным объектом. Чтобы попасть сюда, в эфирную зону, нужно пройти три пункта охраны. Проверим, водятся ли здесь покемоны. Да, вот, пожалуйста, притаился в углу. Получается, создатели интернет-приложения и наш этаж населили виртуальными монстрами. А кто их здесь может ловить? Только сотрудники. Кстати, с первого раза поймать зверя не так-то просто. Словом, трата ценного рабочего времени. Между тем, специалисты в области интернет-технологий говорят, ловля покемонов – это все равно, что охота на медведя, опасностей не счесть. Все внимание на экран телефона покемона. И что происходит в игру, человек перестает замечать. Особенно опасность на объектах, таких как железные дороги, улицы, онлайн-пути. Уже есть случаи, когда люди с обрывов падали, с мостов в погоне за этим покемоном, потому что они пытаются выбрать наиболее удобную точку. Что интересно, авторы приложения, кажется, решили перестраховаться. И хотя запрет официально еще не введен, уже сегодня они перенесли покемона из самого храма на улицу. Теперь виртуальный зверь ждет ловца возле церковного забора. Словом, как говорится, если и были здесь демоны, то на какое-то время самоизгнались. Василиса Казакова, Михаил Ракицкий, Иван Синецкий, телекомпания НТВ, Челябинск.